Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать ко мне на канал. У нас уже закат, поэтому совет будет немножечко туда-сюда ходить, но ничего страшного. Сегодня у нас тема парфюмерный запой. То есть это самое лучшее, что есть у меня сейчас. Ну, то, что попадает в мое настроение, подходит под погоду, и то, что я просто не могу себя снять. Вот об этих ароматах мы и поговорим. Сначала о погоде. У нас до сих пор жара, 32 градуса, но я хожу каждый день на учебу, и в аудитории где-то примерно градуса 23, да, кондиционер там работает от души. Поэтому я просто наслаждаюсь всеми своими ароматами. Они держатся долго, они вот звучат именно так, как должны. 23 градуса, мне кажется, это вот идеальная температура, чтобы аромат раскрылся, и чтобы он звучал вот так, как его и предполагали, да, вот это время и этот шлейф у него был. Все, давайте. И хочу начать с этих двух ароматов. Это моя любимая Putana de Palaces. Это True Last от Elda. Это Putana, это для меня ароматная я. Да, конечно, я люблю сейчас очень много парфюмов, но это, знаете, такое родное. Она была со мной много-много лет, и поэтому первые дни я учу испанский. У меня полдня испанского. Преподаватели все испанцы, они максимум могут несколько предложений сказать на английском, которые я тоже не очень хорошо знаю, испанский даже лучше. То есть это, ну это большой стресс. Я когда шла учиться, я думала, господи, а как это, то есть я иду учить испанский на испанском, который я не знаю, на котором я не разговариваю и не думаю, как это будет. У меня прям был очень сильный мандраж, но все хорошо, нас распределили по уровням, и преподаватели говорят очень понятно, медленно, ну то есть все нормально. Но вот я к чему? Когда у меня какая-то ситуация сильного стресса, или я уезжаю надолго из дома, и мне вот надо, чтобы было комфортно, чтобы было что-то со мной, мое родное, этот аромат путана, он всегда со мной. Так вот, свет уже пошел, друзья. Он всегда со мной, он для меня как вот такой кусочек моего дома, моего уюта, моей атмосферы, где бы я ни оказалась. Вот, это я, я себя чувствую, как-то меня это очень успокаивает. А труласт, так как путана довольно, она громкая, конечно, иногда я боюсь кого-нибудь все-таки придушить, приборщить с ней, потому что я ее уже на себе так не сильно ощущаю. Я пользуюсь труласт, он потише, он похож на путану, похожим берем фиалкой и таким вот пудровым каким-то финишем. Но здесь еще есть ром, я его чувствую как изюм, как какой-то сухофрукт. И здесь еще есть роза. Она не громкая, кто-то может даже ее и не заметить, но я ее хорошо чувствую. Она такой немножко уходово-косметический аспект дает. И сам аромат потише, он немного поинтимнее, он поближе к коже сидит. Никогда не боюсь им никого придушить. Так что, пока я сижу на учебе, я хорошо ароматы от себя чувствую, они держатся. Но пока я добираюсь до дома, гуляю там по улице, да, за час-полтора в 32 градусах сгорает все. Ну, правда, за исключением единиц. И вот сейчас про эти единицы. Это парфюмерная вода Yves Saint Laurent Libre Intense. И вот это правда не сгорает нигде. Этот аромат держится очень долго. И тут есть лаванда. Я не знаю, возможно, вот просто мне сейчас надо что-то успокаивающее. И поэтому вот лаванда пошла в ход, моя путана, которая для меня всегда успокоение. Я просто его обожаю. И у меня почему-то всегда к нему тянется рука в августе. Хотя тут как бы еще осенью не пахнет, да, но почему-то уже хочется что-то такое сладкое, томное, очень шлейфовое. Здесь лаванда, здесь ваниль, и здесь дерево, здесь жасмин. Но громче всего, конечно, лаванда и ваниль бургонская, с легкой горчинкой. Кто-то говорит с зимком. Я больше это как горчинку воспринимаю. Совсем не кондитерская лаванда. Я такой... Не кондитерская ваниль. Я такую обожаю. Том Форд, Fucking Fabulous. И это тоже лаванда. Только здесь лаванда пряная. Она стартует свежим шалфеем. А потом здесь начинается кожа. Опять же, пряности начинаются. Древесность. В целом, это такой лавандово-пряный аромат. Я его очень-очень полюбила. Он на мне, конечно, лучше всего открывается в жару. Да, и, кстати, целый день на учебе, целый день. И в жаре тоже не сгорел. Вот он, правда, целый день с утра и до вечера. Это просто супер, просто супер. И в то же время я никого не боялась им придушить. Я его нанесла так на себя, да, немножечко, пару пшиков. И у него есть такой кремовый какой-то оттенок в базе. То есть, ну, это не крем, а вот именно что-то такое появляется. Что-то даже напоминающее, опять же, внимание, не прям не по самому аромату, а по характеру напоминающее Шанель номер 5. То есть, там вверху альдегиды и потом такая теплая ванильная база. И здесь то же самое. Шалфей, цитрусы и потом пряная, но лавандовая и ванильная, кстати, тоже база. Чем-то напоминает. Это Sunny Side Up, Juliet Hasegan. Это сандал. Сандал очень громкий, причем тут два вида сандала. Тут есть такой сливочный сандал, который очень красиво переплетается с кокосом. И здесь есть еще сандал древесный, так сказать, да. Но у сандала несколько есть оттенков. Еще есть вот с оттенком дерева, причем такого сухого, очень-очень, как будто бы уже это дерево посыпано ванилью. И как будто бы оно прованилило. Я не знаю, как это. Короче, мне нравится выражение, что оно уже пропиталось этой ванилью. Она очень долго лежала. То есть это немножко даже рассохшееся дерево. И то есть раньше мне этот аспект почему-то не нравился, а теперь прям очень-очень он заходит. Что-то в нем есть уютное, теплое. И в то же время этот аромат очень сексуальный, на мой взгляд. Потому что сандал, в принципе, для меня это очень сексуальная нота. И я люблю его носить с этой дымкой для волос от Франциск Кюрукджан, Бакараруш 540. Да, мне очень нравится вот это вот сочетание. Я не чувствую клубники. Я хорошо здесь чувствую шафран, но он сглаженный, без всяких там каких-то йодов, бинтов и так далее. Очень сглаженный. Здесь вот эта сладость сахарная, немножко фруктовости. Скорее, это фруктовость как какое-то уходовое средство для волос. И есть вот эта вот база. База еловая. Еловая база. Вот это есть. Кто-то говорит, что от меня чувствует клубнику. Я не чувствую никакой клубники сама, но вот люди ощущают. Ну, как бы и хорошо. Им же и повезло. Я не чувствую. Это муаш, джорни, вумен. И я просто обожаю. Кстати, в жаре он, конечно, плохо открывается. И он очень плохо открывается на горячей коже. Очень плохо. Мне кажется, поэтому людям с горячей кожей вообще не нравится этот аромат. Что-то тут чувствует такое. На мне это прекрасный аромат. Тут есть зеленые аспекты, тут есть персики, есть белые цветы. И вообще ощущение какой-то натуральности, как будто ты на луну где-то высоко в горах. Там какой-то ручей, тут белые цветы, тут мед. Я чувствую здесь мед. То есть мне странно, когда люди говорят, что что-то в нем там такое неприятное чувствуют. Но я верю, конечно, потому что на разные кожи он открывается по-разному. Ну и вот и в жару я его носила, вот на улице не очень. Под кондиционером я сижу и просто получаю удовольствие. Вообще, конечно, моя учеба – это просто какое-то сплошное парфюмерное удовольствие. Сейчас там как будто температура специально такая поставлена, чтобы вот все ароматы открывались, шлифили, как и должны. И еще там какая-то влажность такая, наверное, какая должна. Просто идеально. Вот просто место, где можно парфюмы создавать, а не только испанский учить. Так, еще один аромат. Он у меня новый, но я о нем рассказывала, потому что у меня был его пробник. Я просто влюбилась в этот аромат и себе вот заказала такой HFC Nirvanesco. Тут ваниль. Причем такая ваниль, которую я обычно не люблю – кондитерская ваниль. Но здесь она прям очень круто сочетается со сливочным аспектом. У меня вообще ассоциация с мороженым в вафельном стаканчике, ванильным. И здесь есть нота кожи. И я ее чувствую. У меня ощущение. И какой-то, блин, такой классный аромат. Я каждый раз, когда его пробую, думаю, о боже, как в первый раз. В нем есть какое-то ощущение, как будто бы ты весной гуляешь по парку. Вот этот весенний ветер, весенний воздух, наверное, вы понимаете, о чем я говорю. Он такой волнующий, он такой свежий, как будто бы вот прям вот только-только родился этот воздух. Такой новый, который какое-то себе волнение, трепет и вот ощущение чего-то, чего-то такого вот прям хорошего, что вся жизнь изменится к лучшему. Вот такая у меня ассоциация. Это, конечно, не передается никакой, это, конечно, это, конечно, не описание ноты какой-то, да, это вот какое-то настроение, наверное, от сочетания всех этих нот. Как будто вот идешь по этому парку весеннему, вот этот ветер, воздух, на тебе кожаная куртка, которую ты вот только сегодня надела, когда сняла с себя вот эти все зимние теплые вещи и ешь вот эту мороженку в парке и прям получаешь удовольствие. Вот это прям очень классный день. Обожаю этот аромат. Это просто аромат настроения. Он вот создает целую картину. Это не просто какой-то запах. Не просто ты приятно. Ну, лично для меня, да, опять же, почему у меня такой прям запой с ароматом? Потому что не просто ты приятно как-то там пахнешь, а вот ты просто погружаешься в какую-то историю. Второй мускут Мика Лёв. И, ну, тут все очень просто. Это настолько, мне кажется, приятный аромат, универсальный. Поэтому я его люблю надевать с утра, там, в первой половине дня это точно. В жару для меня он просто незаменим. Здесь в начале, вообще, здесь персик и как будто малина и мускус. Но я вообще не чувствую никакого отдельно персика или малины. Да, тут есть какой-то, ну, как будто бы фруктовый аспект. А в начале вообще как будто бы крем для бритья мужской. Это есть как будто бы есть нироли. Но они не заявлены. Но все вот говорят об этом креме для бритья в начале. Все. Так что для меня это нироли. А нироли я обожаю. Особенно летом, особенно в жару. И вот этот красивейший мускус, который дает ощущение уходового средства, крема для тела. Вот прям ощущение чистоты. В жару это просто невозможно себя снять. У меня скоро, кстати, закончится вот эта вот тридцаточка. У меня еще есть десяточка. Вроде его не снимают с производства. Если что, то я, конечно, себе закажу дубль. Так, друзья, и последний аромат. Вот он у меня буквально с собой. Представляете, как круто он в косметичку помещается? Я даже бы не подумала. Это Том Форд. Черная орхидея в туалетной воде. Это новиночка. Его я просто больше недели не могла снять себя. Боже мой, ну какой же он крутой. Он очень похож на парфюмерную воду. Но парфюмерная вода вначале стартует такими громкими почули. Такими нуарными, такими какими-то обязывающими тебя, вечерними. А здесь они есть, конечно, конечно есть. Но по сравнению с парфюмерной водой они просто тихо как мышки сидят. И сразу же чувствуется сочностью сливы. Я думаю, это слива какая-то вот, ну, вот я чувствую какую-то шоколадную мороженку. Тут есть шоколад, да. Но вот для меня какая-то еще к этому сливочность. Не в смысле сливы, а в смысле молочности. И цветочность. Очень-очень, конечно. Вот правда, как будто бы это младшая сестра или, я не знаю, дочь. Вот той самой черной орхидеи. Как и туалетной воды 2015-го, так и парфюмерной. Хотя нет, смотрите, парфюмерная мать, туалетная 2015-го дочь. А это ее дочь, это внучка. Все, это внучка парфюмерной воды. Ну, намного тише. Так вот, она какая-то уже более милая. Она ни к чему не обязывает. Я ее носила днем. Днем и вполне себе. Но, я думаю, те, кто любит парфюмерную воду, конечно, тут будет мало мощностей. Тут вот это да. Вот, друзья, такой получился у меня обзор. Я, конечно, уже очень хочу осень, чтобы, знаете, не только я могла наслаждаться ароматами на учебе, а, в принципе, везде, дома, на улице. И я очень соскучилась по всем своим зимним, осенним, сладким. Я люблю сладкие ароматы, густые, такие шлейфовые. Очень соскучилась, конечно, по ним. Поэтому я уже жду. Я уже жду еще недели три, но у нас, наверное, даже четыре. И можно будет наслаждаться. Все. Спасибо вам, что... Спасибо вам, что вы были со мной. Ставьте палец вверх. Это важно для меня, для Ютуба, чтобы он понимал, что видео интересное и продвигал его. Всех целую, обнимаю. Всем всего самого доброго, самого лучшего, самых хороших и прекрасных парфюмов. И вообще, в принципе, да, всего самого-самого. Всех целую, обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok